Приветствую вас. Я думаю, Ольга, что ваш вопрос весьма-весьма интересен, потому что он показывает довольно часто встречающуюся проблематику в отношениях молодых людей. Итак, у меня сложилось впечатление, пишите вы, что меня не любят. Сам он работает, молодой человек, в нелегкой физической работе. Часто, когда разговариваем в последнее время, я чувствую какую-то раздраженность. Он говорит, что на мне нет настроения. Сама я в данный момент заканчиваю учебу, но ему говорилось, что скорее всего не буду работать по специальности, так как вижу себя в другом. Он спросил, как так, где я себя вижу тогда. Я говорю, что я более творческий человек, а поступила на эту специальность в возрасте, когда не понимала еще чего я хочу. И мы как-то прекратили говорить на эту тему. Сегодня мне звонил я, не смогла ответить, так как телефон был в другой комнате. Потом перезванивал, и он не отвечает. Перезванивала, и он не отвечает. Скорее всего, потому что работал на тот момент. Потом он мне опять перезванивает, и было больше гудков, чем обычно, так как я заделал по дому. Я опять оставил телефон далеко. И вот, когда я наконец отвечаю, он раздраженным голосом говорит, что как раз собирался выключить, нажав на красную трубку. Я не поняла, зачем он мне об этом рассказал, если я все равно уже ответил. Начали разговаривать, и я ему рассказываю, что дома я помогаю с дизайном по комнате, у нас идет ремонт. Потом я говорила про плинтусы, которые мой папа должен поставить. И он такой, а почему не ты? Я не поняла смысла вопроса, и сказал, что это мужская работа. Он говорит, мне нужна жена, которая будет сама их ставить. Иначе я ее к себе не заберу. И я опять не понимаю, что за приколы пошли, ведь они были не в чуточной форме. Я начала злиться, но не показывала. И в чуточной форме сказала, что не пойду за мужчину, который будет читать, что женщина сама должна это сделать. И после этого я рассказываю, что моя подруга начала работать в сфере красоты. Брови, ресницы и так далее. И он спрашивает, чем будешь заниматься ты? Че ты себя видишь? И вот эти вопросы мне показались каким-то упреком, будто он давил на меня. Я говорю, не знаю, но я бы тоже хотел на последнем курсе отучиться на стилиста, так как мне нравится создавать что-то красивое. Он говорит, так ведь их пруд пруди, так как специалистов. И я поняла, что он полностью обесценил меня и мое желание. Я начала нападать на него, что сам-то он чем будет заниматься, все так уверенно задает вопросы. И мы прекратили разговор по телефону. Ему потом написалось, что он самоутверждается за мой счет, повел себя как незрелый мужчина, который не уважает женщин. И он мне сказал, что все проблемы из-за моих мыслей в голове. Что все, что я говорю, это фигня. Но я так не думаю, мне очень больно. Почему он так себя повел? Что это может значить? Он действительно меня не любит. Ольга, вам нужно задать себе вопрос, нужна ли вам любовь такого человека? Ну, то есть, вот, допустим, он вас любит. Допустим. И что дальше? Он вас любит, но у него такие вот требования к женщине. Рядом. И что? Я хочу обратить ваше внимание, что, говоря ему о незрелости, вы, понимая, что у человека есть определенное видение семьи, семейного уклада, и понимая, что вы сталкиваетесь с демонстрацией этого, что он не любит. Нужна работящая, достаточно, очевидно, приземленная, и уж никак не творческая жена. Да? Вот. А как бы то, что он не понимает, та работа, которую он не понимает, или та работа, которую, по его мнению, ну, не знаю, не является уникальной, да, или не является прибыльной, им обесценивается, и это не изменится. Почему не изменится? Потому что он такой человек. Вы другая, а он такой. У меня к вам вопрос. Вот вы осознаете, кого выбираете? Вот. Осознаете ли вы, что, говоря ему о незрелости, вы как бы проскакиваете вот этот момент? Что, в свою очередь, поражает вопрос, а зрело ли вы? Зрело ли вы, когда говорите об этом, что человек обесценил вас и ваше желание? Ну, ваше желание человек действительно может обесценить. Но как человек может обесценить вас? Только если у него нет огромной власти над вами. И эту власть могли дать ему только вы. Никто больше эту власть ему дать не мог. И вам нужно опять же спросить себя, а насколько, насколько то, что я дала ему эту власть, было осознанно? Понимаете? Почему, например, я начинаю злиться, но не показываю это? Да, то есть я не искренне. Но я обращаю внимание на то, что мои личные границы нарушаются. Вместо этого я нападаю на человека. То есть перевожу стрелки. Поведение ли зрелого этого человека с вашей точки зрения? Это никак не оправдывает мужчину и его поведение, которое, безусловно, является несколько спорным по отношению к вам. Но с другой стороны, человек такой. С другой стороны, у человека свои взгляды на то, какими должны быть отношения, какой должна быть семья и так далее. И вы выбираете этого мужчину. Вы его не просто выбрали один раз, например. До того, например, как он сделает что-то в духе того, что вы описываете в своём тексте. Но вы выбираете его каждый день. Вы выбираете его каждую секунду. Вы каждую секунду выбираете быть с ним. Вопрос. С кем вы выбираете быть? Ещё не менее важным вопросом является то, что между вами общего. На чём построены ваши отношения. Потому что по описанию я бы сказал, что в большей степени здесь отношения чисто гемберные. То есть это чисто взаимоотношения именно в полов, в широком смысле этого слова. Я вижу тебя как свою будущую жену и как мать своих детей. Я вижу тебя как своего будущего мужа и отца моих детей. Но этого мало. Для качественных, полноценных отношений, где каждый может оставаться собой, этого мало. Нужно ещё личностно взаимодействовать. Взаимодействовать интересами, взаимодействовать ценностями, взаимодействовать с точки зрениями, мнениями, мнениями и так далее. Нужна, что называется, общая деятельность между партнёрами, не связанная с семьёй и, скажем так, хозяйством. Ну, семейным хозяйством. Ещё бросает в глаза один аспект. Он говорит, что если то-то и то-то, то не заберёт такую жену к себе домой. Вот у меня сразу вопрос, а вы что, вещь, которую можно взять и собрать? Ну, судя по тому, что вы говорите, вы себе вещью не считаете. Вы хотите и творческой работой заниматься, и красоту создавать, и считаете, что к вам не уважительно относятся. Ну, не поведение, это вещь. Только вот беда. Почему-то вы хотите от человека признание правомерности того, что вы делаете. Ну, то есть, вы ему, условно говоря, транслируете, я не вещь, как ты меня считаешь, признай это. Он говорит, нет, и вы обижаетесь из личности. Чувство вас обесценивает и не уважает. То есть, ситуация здесь такая, что вы выбираете человека, но как будто бы не отвечаете за свой выбор. Вы испытываете какие-то чувства, но скрываете их. Вы чего-то хотите, у вас есть какие-то ценности и ориентиры в жизни. Но как будто бы вы ждёте, что вам их подтвердят, поддержат. И, конечно, хорошо, когда поддерживают. Это здорово, когда поддерживают, но тонкость заключается в том, что могут не поддержать. Или сегодня поддержат, а завтра нет. И так или иначе, приходится думать о том, чтобы опираться на себя. И вот у меня вопрос. А вы насколько на себя опираетесь? Нет, вы можете сказать, что я хочу, чтобы мой молодой человек, например, разделял мои взгляды. Чтобы он разделял мои ценности, чтобы он меня поддерживал. Супер! Прекрасно! Прекрасное желание, замечательное желание, я бы даже сказал. Ну, вот беда. Молодой человек, ваш, судя по тому, что вы описываете, вас не поддерживает. А вы говорите о том, что... спрашиваете, любит ли он меня. А вы его любите. Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Вы говорите, что когда поступали учиться, не знали еще чего хотите. То есть, иными словами, вы поступали, ну, вот куда-нибудь. И это говорит о наличии определенных противоречий в вашей личности. Это говорит о наличии определенных дисфункциональных паттернов в вашем поведении. Потому что с определенной долей вероятности то, что сейчас вы хотите создавать что-то красивое, может быть не вашим выбором, а компенсацией. Например, за то, что вы себя обесцениваете. Обесценивайте себя так же сами, как вам кажется, обесценивает вас, молодой человек. Ведь не просто так вы приписываете ему какое-то действие свой адрес. Именно вы приписываете. Именно вы так воспринимаете. Значит вы готовы к этому, значит вы готовы к тому, что вас обесценивают. А это может быть связано только с тем, если в вашем собственном опыте механизма обесценивания присутствует. Понимаете, какая штука. Поэтому, что можно здесь сказать. В первую очередь, что вы не уверены в себе. Во вторую очередь, что как будто бы у вас есть определенные трудности с самооценкой. И соответственно с этим нужно работать. Я не знаю хотите ли вы или нет. Я не знаю готовы ли вы к психотерапии или нет. Но, скорее всего, пока вы не проработаете вот эти моменты проблемные для себя, вам будет сложно выстраивать отношения. Вы будете выбирать таких сильных, в кавычках, брутальных мужчин, ожидая от них какой-то нежности, ожидая от них того, на что они в принципе-то не способны. Безусловно не все, безусловно не все мужчины, такие вот сильные в психологическом и физическом смысле, являются не эмпатичными. Безусловно не все. Но, счастья, именно такими. Ваш мужчина, судя, потому что вы говорите именно такой. Вот и все. Поэтому, работа с самооценкой и теми проблемами, которые я описал, первое. Второе, это совместная психотерапия с вашим молодым человеком, попытка как-то найти контакты, компромиссы и, если не получится, если разница окажется слишком велика, то расставайся. Потому что, на мой взгляд, пока, пока. Вот то, что я хочу сказать и то, что вам скорее всего не понравится, это то, что по вашему описанию идет демонстрация незрелых отношений с обоих сторон. С той только разницей, что вы, может быть, движетесь по пути к достижению зрелости. То есть, вы задаетесь какими-то вопросами, вы используете какую-то терминологию, что может где-то говорить о движении вашей зрелости, а может и нет. И молодой человек, который, в общем-то, все устраивает, который просто хочет продвигать свою позицию. Вот так вот. И пока отношения хотя бы с одной стороны не будут зрелыми, я бы сказал, что движетесь вы куда-то в сторону неопределенности. Движетесь вы куда-то в сторону чего-то не очень хорошего. Явно не знаете ли собственную реализацию. Скажем так, скажем вправо. Вот такой получился ответ. Немного жесткий, немного, может быть, даже давящий. Но мне хотелось обратить ваше внимание на механизм проекции. Которые активно здесь, на мой взгляд, вы используете как способ отражения своих проблем. Молодой человек, кстати, тоже делает само. Он в вашем лице видит себя. Себя, желающего больше отдыхать, желающего менее напрягаться, желающего работать легко, но запрещающего себе это. Так вот, вы, говоря о том, что вас не уважают, не любят и обесценивают, трансферируйте свое собственное отношение к себе. Хотя бы проявляющееся в том, что когда вы злитесь, вы не показываете этого. Нет, понятно, что если вы злитесь, не нужно сразу вспоминать весь свой нелитературный лексикон, и ознакомить его с товарищем. Да, нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что если и когда вы злитесь, это индикатор. Индикатор того, что, в общем-то, ваши личные границы оказались нарушены. И их нужно защищать. Для того, чтобы их защищать, и защищать успешно, не конфликтно, нужно освоить технику Я-сообщения. Делать это эффективнее всего вместе с психологом, потому что самостоятельно вы достаточно быстро придете к своей привычной модели поведения. А с психологом, со специалистом вы можете научиться этой технике, этой практике, и все называется, влюнуть на себя со стороны. Но самое главное, конечно, это психотерапия, это обретение некой цельности. Так? Вот. Чтобы не хотеть видеть себя зрелой, как сейчас это происходит, а чтобы реально быть зрелым. Потому что реально зрелый человек не будет ни от кого требовать быть зрелым. Ему, простите, достаточно себя самого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Гландовы